Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня ответ адвоката на запрос подписчицы. Елена, извините, вчера не открывала почту. Увидела её вот совсем недавно и прочитала ваше письмо. Здравствуйте, Светлана Борисовна. Мы прожили с мужем 11 лет. У нас двое маленьких детей. Сейчас будем разводиться. Сходили к адвокату. Он составил нам брачный договор. Поделили имущество и решили с алиментами. Мы пошли к нотариусу, как нам велел адвокат. А нотариус отказалась его заверять. Договор, видимо. Сказала, что составлен неправильно, так как в нём есть обязательство у мужа платить алименты детям. Разве это правильно? И куда можно пожаловаться на нотариуса? Мы не хотим судиться по разделу и алиментам. Договариваемся мирно. Поэтому мы пошли к нотариусу. Живём в Томске. Можете рассказать на канале. Меня зовут Елена. И как быть дальше? Елена. Для начала сядьте и успокойтесь. Не надо никуда никакие жалобы писать. Произошёл у вас курьёзный такой случай. Ну, можно сказать, вполне возможно, профессиональная ошибка адвоката. Но, может быть, вы неправильно объяснили адвокату или адвокат вас просто не понял. Дело в том, что в брачном договоре по нашему законодательству не допускается урегулирование каких-либо отношений, помимо имущественных. То есть, простите, вы можете разделить имущество, деньги, акции, бизнес, всё, что нажито в совместном браке, можете в этот брачный договор включить. Но всё, что касается обязательств одного из супругов относительно содержания детей или относительно содержания жены, это всё регулируется другим соглашением, отдельным. Поэтому нотариус действует строго в рамках своей компетенции, предоставленной нотариусу основами о нотариате и законодательством семейным и гражданским правом. И жаловаться никуда не надо. И вообще я не сторонница подачи жалоб, потому что... Ну, давайте вот сами себе ответьте на вопрос, что вам даст жалоба. Ну, вот при условии, даже если нотариус поступил неправильно. Вы протянете время, а вы мне написали срочно в теме, нотариат вам будет отвечать в течение 30 дней. То есть, вы сами будете тянуть своё время. При этом вы заранее не знаете, что вам ответит нотариальная палата. Она вам скажет, да, нотариус виноват, и мы привлечём дальше, что вы делаете. Либо вам нотариальная палата говорит, извините, вот как я вам сказала, нотариус действовал строго в рамках закона. И вы потеряли месяц, вы на нервах. Я считаю, что так поступать не надо. Ещё раз повторяю, успокойтесь и просто поймите, что нотариус-то не может по-другому поступить. И сердиться на неё не надо. Вы молодые люди, и вы все имеете в доступе интернет и информацию. Просто открыть надо было семейный кодекс и посмотреть статью, в которой прописано. Там чётко в третьей части 42-й статьи указано, что только имущественные отношения регулируются. Всё, больше ничего. Я бы порекомендовала вам заключить не брачный договор, он вам абсолютно ни к чему не нужен, а заключить соглашение о разделе имущества супругов. Это соглашение также удостоверяется у нотариуса. И всё. И второе соглашение у вас будет об уплате алиментов. Вы, к сожалению, написали, какого возраста у вас дети, вы просто написали маленьких детей. Но если у вас есть ребёнок до трёх лет, то вы можете включить сюда ещё и на своё содержание. Дело в том, что по нашему семейному законодательству мама либо папа, тот, кто находится с ребёнком до трёх лет, а ребёнок такого возраста требует постоянного ухода за собой, а детские сады у нас принимают с трёх лет, поэтому можете просить. Другое дело, в моей практике такие случаи были, когда мамочки просили там на своё содержание по 2-3 тысячи долларов. Это несерьёзно. И, как правило, суды взыскивают на содержание мамы до исполнения ребёнком трёх лет в размере 50% от суммы алиментов, которые взыскиваются на ребёнка. Это в твёрдой денежной сумме, это не в процентном отношении к доходам. Простите. Супруга, который будет обязан выплачивать алименты. Поэтому вот рассмотрите ещё этот вопрос. Так, не указали возраст детей. Я чуть расширю свои ответы для зрителей, для подписчиков моих. Может быть, кому-то эта информация пригодится. Вот указала, что также на своё содержание могут взыскивать женщины, которые находятся в состоянии беременности, но расторгли брак до родов ребёнка. Поэтому можете также на своё содержание взыскивать алименты. Кроме того, взыскиваются алименты на содержание родителей, которые обеспечивают уход за ребёнком-инвалидом. Ну, если такое предписание есть. Кроме того, нетрудоспособный супруг, я об этом уже ранее говорила, который стал инвалидом в период брака, тоже имеет право на получение алиментов от бывшего супруга. И в прошлом видео я не говорила, а вот сейчас хочу вам сказать, что нуждающийся супруг, который достиг 55-летнего возраста, либо 60-летнего возраста, если это мужчина, не позднее, чем через 5 лет после расторжения брака, если супруги состояли в длительном браке, тоже могут просить взыскать алименты на своё содержание. Ну, естественно, если вы прожили там с супругом 10 лет, никто не будет взыскивать. Но если вы прожили с супругом 25 и более лет, то суды идут на это и взыскивают со второго супруга, который либо является трудоспособным, либо у него есть бизнес свой и серьёзные такие солидные доходы, то суды взыскивают это. Вот что я хотела бы сказать и ответить Елене. И ещё раз призываю, прежде чем совершить какой-то поступок свой, жалобу или что-то, сядьте и спокойно взвесьте, к какому результату вы хотели бы прийти. А сегодня, Елена, вам надо просто-напросто прийти к адвокату и сказать, что либо вы не поняли нас, либо вы не посмотрели вот точно, но нам надо сделать два соглашения раздельных для того, чтобы нотариус нам заверил это всё. И всё, вам не надо дополнительно ничего платить, просто вот без агрессии, без вот каких-то там серьёзных претензий. Просто скажите, вы знаете, мы пришли к нотариусу, а нотариус сказал вот это. Исправьте нам, пожалуйста, сделайте нам два соглашения, и всё разрешится небольшое недоразумение. И никуда не спешите. Всему своё время. Я желаю всем доброго здоровья, мира, покоя, радости, несмотря ни на что. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Буду вам очень-очень признательна. А сейчас всего вам самого доброго. Будьте спокойны. Всего хорошего. Спасибо.